Сегодня нами, на наши события, приглашен известный бизнес-тренер, наш национальный украинский бизнес-тренер. Человек, который воспитывает лидеров, помогает нам выращивать этих лидеров. Это действительно член Академии сетевого маркетинга, действительно член Европейской Академии сетевого маркетинга, Валентин Ковалев. Пожалуйста, встречайте, Валентин Ковалев. Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно выступать на этой сцене. Для меня большая честь присутствовать на открытии национальной кампании. Мы, Валентин, будем говорить об ауле успеха. Наверное, в связи с тем, что наша кампания занимается бизнесом, здоровьем и, наверное, духовным развитием и наших дистрибьюторов, и наших клиентов, хорошо было бы нам сегодня разобраться в том, как энергия чем-то работает. Не только в наших продуктах, но и энергия человеческих действий, энергетических слов, энергия человеческих мыслей. Итак, наша сегодняшняя тема «Аура успеха». Мы с вами знаем, что энергия – это одно из собственных существований материи. Наверное, самый тонкий вид материи – это энергия Духа. Но это настолько тонкий вид материи, как говорят, Святой Дух. Даже его определить, пощупать невозможно. Чуть плотнее энергия человеческой души. Еще чуть плотнее энергия человеческих мыслей. Еще чуть плотнее энергия человеческих эмоций – эфирная энергия. Ну, а дальше прошла энергия стихий. Огонь, воздух, вода и земля. Ну, материя энергии или энергия, если не уже настолько плотно, что мы можем потрогать, пощупать, увидеть. Это то, что определяет наш материальный мир. Но мы сегодня поговорим об энергетическом мире человека. Когда-то мы с вами учились в школе и узнали, что энергия ниоткуда не возникает и никуда не исчезает бесследно. Всегда есть источник энергии, всегда есть объект, на который энергия идет, и всегда есть причина, которая вызывает это движение. Без причины ничего не бывает. С другой стороны, мы с вами знаем, что окружающий наш мир – это бесконечный океан энергии. Если этот океан бесконечный, почему же бывает так, что мы приходим домой очень уставшими, нет сил даже это там почитать, перекусить, падаем замертво. Ведь вокруг океана энергии. Но, по-видимому, в природе, точно так же, как у врачительного хозяина, на счету каждая капля энергии. Да, энергии много. Но просто так мы ее получить не можем. А как же мы ее можем получить? Ну, если мы проведем аналогию между тем, как в цивилизованном государстве выплачиваются деньги, и как в природе выделяются объекты. Прежде всего, рождается маленький человечек. Для того, чтобы он был жив и здоров, государство выделяет ему деньги. Ну, конечно же, эти деньги получает мама по уходу за ребенком. Но деньги получают для чего? Для того, чтобы ребенок был жив и здоров. Точно так же мы с вами получаем энергию во время сна. Вечером мы пришли уставшими, ночью поспали, утром просыпаемся, энергия в тело вернулась. Можно жить. Действительно, во время сна, мы наполняем всю энергию, наша аура восстанавливается, и мы с тобой можем действовать. Второе, на что выделяется финансы в цивилизованном государстве. На работу. Если ты приносишь много пользы обществу, ты получаешь большую зарплату. Точно так же мы с вами получаем энергию для работы, которая ощущается в виде прилива сил, в виде энтузиазма. Помните, когда начинаешь какое-то серьезное дело, ну, например, дачу строить. Энергию вала. Так хочется схватить лопату, пойти что-нибудь покопать. Казалось бы, что копать лопату? Это трактор нужен. Но энергии столько, что хочется копать энтузиазм, желание работать, энергия для работы. На что еще выделяет цивилизованное государство деньги? На обучение. Государству нужны грамотные люди. Люди получают стипендию студенты, аспиранты. Точно так же природа нам выделяет энергию для обучения, которую мы ощущаем в виде интереса к чему-то. Зачем ты изучаешь бабочек? Мне же за это не платят. Но мне интересно. У меня есть желание. Я изучаю бабочек, я при этом счастлив, потому что я реализую эту энергию. Что самое интересное? Энергию это достаточно тонкие ветвотерии. И поэтому ее можно израсходовать не по назначению. Если бы мы всю энергию расходовали по назначению, чему, собственно, скоро научимся, все было бы ничего. Но иногда мы энергию расходуем не по назначению. И тогда начинаются проблемы. Есть у меня одна знакомая, которая, как бы это сказать, патологически любит чистоту. Вот если раз в день не помыть полы и два раза в день не смахнуть пыль с нижних полок, значит день пропал. Ну, когда тебе 18 лет, ты припеваешь, чем моешь полы, нет проблем. А когда тебе 56 и давление выше крыши, наверное, тяжело. А потом, когда еще вечером приходят эти несознательные элементы, муж и дети, и этот порядок нарушают, она начинает еще за этот порядок с ними бороться. Кстати, давление поднимается до перекрытия выше лежащего этажа. В конце концов, она не выдерживает. И догорена все огнем. Буду мыть полы раз в месяц, если захочу. Что самое интересное. Теперь они страдают каждый день, убирая. Ну, собственно, вечером нечего здесь с домочадцами ругаться. Всего же нет идеальной чистоты. И давление нормализуется. Почему? Наверное, потому что она энергию своего здоровья тратила на уборку. Хотя самой энергии, желания убирать у нее на самом деле не было. Откуда у нее такая страсть к уборке, если, собственно, энергии уже нет? Ну, собственно, наверное, все наши проблемы начинаются с детства. По крайней мере, корнями, когда уходят. Но если я сейчас 56, то когда она родилась? После войны. После войны как было с мужчинами? Напряженно. И вот ей мама говорила. Если хочешь, чтобы у тебя был приличный муж, надо раз в день помыть полы и пыль с полок убрать. Слушайте, на чем еще можно было привлечь мужчину в дом? Денег не было, еды не было, только чистотой. Но маленький ребенок вырастал. Сто тысяч раз слышал мамы, но установку. И когда пришло время искать мужа, она убирала каждый день. Вышла замуж, казалось бы, можно расслабиться. Вот сел под сознание, эту установку никто не убирал. Вот она убирает до 56, каждый божий день. Может быть, иногда имеет смысл изменить свое отношение к жилу и стать более эффективным. Другой пример неэффективного расходования для денег. Женщина работает в детском саду воспитательницей, зарабатывает, ну, предположим, 200 гривен. Она прекрасно понимает, сколько бы она ни работала, 300 и никто не заплатит. Ставка 200. Поэтому все время, что она работает, о чем она думает? О семье, о муже, о детях. Ну, как накормить, как одеть, ну, как все нормальные люди. А муж, у нее хороший человек, он занимает зарабатывать 500 гривен в месяц на хорошем счету на заводе. Она его любит, она его ценит, он кормилец. И думает о нем 24 часа в сутки. И вот она ходит потрясающую компанию, Аурайл. Подписывает контракт, начинает работать. Ну, начать зарабатывать 500 гривен, потом 1000, потом 1500, потом 3000. И она понимает, что здесь твои доходы никто не ограничивает. Будешь работать 2 часа в день, будешь зарабатывать столько. Будешь работать 8 часов в день, будешь зарабатывать столько. Будешь работать 24 часа в день, будешь зарабатывать сколько. Как вы думаете, сколько она теперь работает? 24 часа в день. Естественно, зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц. А муж начинает тихо ненавидеть. А урок я. Почему? Жена столько денег в дом приносит. Давайте посмотрим на это сюда, чтобы спросить своего мужа. Раньше он был кто? Практически живой бог. Зарабатывал 500 гривен в месяц, средства больше, чем жена. О нем думали 24 часа в сутки. Теперь о нем не думают ни минуты. И он не удачный, который не может заработать даже 600 гривен. За что ему любить, а урлаем. Проблема чисто, энергетическая. Как ее решать? Это очень просто. Хотя бы 3 часа в день нужно заботиться о мужа. Я понимаю, что это материально невыгодно. Но наймите домохозяйку какую. Привезите маму из деревьев. Что муж приходит домой, рубашки в шкафу висят, в холодильник холодно. Но он и не заметит, что живет 24 часа в сутки, думает о бизнесе. Итак. Как только мы начинаем некорректно расходовать энергию, у нас начинаются проблемы. Энергия тонкий, ведь материю можно перебросить по разным направлениям. Но и тогда могут начаться неприятности. Второй важный аспект работы с энергией. Как только человек делает то, к чему у него нет желания, он начинает проявлять чудеса сообразительности. Помните, как говорят? Тот, кто желает, ищет способ. Тот, кто не желает, ищет причину. А так как мы с вами все умные, то причину найти сможем всегда. В русском языке есть три замечательных слова. Хочу, надо, желаю. Ну, желаю понятно. Желаю, потому что у меня есть энергия к этому. Либо это изучать, либо это делать. Желание – это энергия для действия. Ну, как говорят, охота, пущение. Если что-то желаешь, удержать тебя на месте невозможно. Противоположность желаю – это надо. Энергии для действия нет, но балама говорит – надо. Ну, как с той дамой, которая любила убирать. И когда мы все-таки делаем то, что у нас нет энергии и желания, то мы делаем это на какой энергии? На энергии за его здоровье. Поэтому у нас либо здоровье портятся, либо отношения у нас уходит энергия. Но есть еще одно замечательное слово – хочу. Оно так, похоже, на желаю. Он говорит тебе – ты хочешь быть здоровым? Хочу. Ты хочешь быть известным? Хочу. Ты хочешь поедать в Париж? Хочу. А что такое лето вас делать? А что еще что-то делать надо? Почему он не хочет делать? Потому что он хочет иметь результат. Хочешь в Париж? Хочу. Что такое лето делать? Ничего, но я все равно хочу. Вот если с неба в путевку в Париж упадет, я, конечно, поеду. Нет вопросов. А вот хочешь? Ну, куда тут? Где сейчас у вас горячие точки на планете? В Чечню хочешь? Не хочу. А бесплатно? И бесплатно не хочу. Так вот, хотение – это желание иметь результат, а энергии для действия на самом деле нет. Так вот, когда вы приглашаете человека в бизнес, или предлагаете ему продукцию, наша задача – пройти это обманчивое «хочу» и добраться до истинных желаний человека. Вот именно в желании сосредоточенная энергия для действия. Ты хочешь того? Хочу. А что ты для этого потом сделаешь? Все. Значит, мы на самом деле добрались до желаний. Собственно, все искусство мотивации заключается в том, что мы находим желание человека, его энергию, и показываем ему, как он может это желание осуществить. При помощи тех действий, которые мы рекомендуем. Подпиши контракт, возьми продукцию, напиши список знакомых, но схему вы знаете, наверное, лучше от меня. Итак, хочу – надо – желаю. Надо – отсутствие энергии. Желаю – наличие энергии. А хочу – это обманчивое желание иметь результат, но энергии для действия у человека нет. Иногда мы ступаем в взаимодействии с другими людьми, и у нас иногда возникают проблемы от того, что мы некорректно вмешиваемся в энергетическое состояние человека. Стандартный пример. Жена приходит домой и видит потрясающую картину. Потрясающе ужасную. Карниз отрывается висеть на одном гвозде, а этот несознательный элемент муж как ни в чем не бывало смотрит телевизор. У жены огромное желание, чтобы в доме все было в порядке. И муж, и телевизор, и карниз. А муж, собственно, кроме футбола, он вообще не заметит, что карниз отваливается. Вообще мужчины другие между нами, девочками. Если в доме нет шторм, мужчина может этого не узнать никогда. Да, только женщина замечает там шторы, градины. Вот если нет телевизора, вот это мужчина заметит 100%. Итак, у жены огромное желание, чтобы все в доме было нормально. Есть один простой вариант. Поставить лестницу и прибить самой гвоздь. Вот так как у нас женщины, как и так, и в горящую виску выходит, вообще там стоит карниз припить. Единственный вариант. Если жена поставить лестницу и прибивать карниз, кто в доме мужчина? Поэтому этот вариант нам не подходит. Мы же женщины. Поэтому мы лестницу ставить не будем. Даже если у нас руки отрастут оттуда, откуда нужно. У нас тут два варианта. Вариант первый. Собрать все свое желание и отпустить на голову мужу. Как ты можешь и так далее смотреть свой телевизор, когда карниз отрывается. Если у жены энергии больше, муж плюнул, выключил телевизор, поставил лестницу и прибил карниз. Когда он оттуда спустился, что он будет думать до последних дней совместной жизни о своей жене? Не надо вслух. Получается, что карниз мы прибили, а любви и счастья в доме больше не стало. Второй вариант. Жена выдала все, что думает о муже, а у мужа энергии больше. Он ее послал так далеко, что она забыла и про мужа, и про карниз, и про телевизор. Получается, что любви и счастья больше не стало, к тому же и карниз отрывается. Что же делать? Но есть один секретный способ. Он называется терпение. Есть такое качество смешных людей. Терпение. Терпение позволяет решать проблемы с минимальными энергетическими затратами. Ну, собственно, как на войне. Есть артиллеристы, которые стреляют в 100-килограммовые снаряды, а есть снайперы, которые стреляют в 9-граммовые пули. Кто больше проявляет терпение? Артиллерист или снайпер? Снайпер. Если даже и тот, и другой с одного выстрела поражили мишень, кто меньше расходов энергии? Снайпер. Причем в тысячу раз. Как же провести в нашей вере нетерпение? Сидеть ждать, пока карниз отвалится и нас мужу поговорит. А вдруг мужа в этот момент дома не будет? На самом деле терпение проявляется как другого. Когда жена увидела, что карниз отрывается, а муж смотрит свой любимый футбол, она же, как и ни в чем не бывало, занята своими делами. Как показывает практика, у всех мужчин рано или поздно возникают какие-то желания. Ну, например, поужинать. Муж говорит, дорогая, как насчет ужина? А дорогая говорит, ты знаешь, милая, я вот все думаю, что бы тебе сегодня приготовили? Твои любимые блинчики с черной икоркой или курочку блин. Муж, весь в медаль, что ж, блинчики или курики. Ладно, давай курицу. Вот. И я подумала, сделаю тебе курочку с хрустящей корочкой, с чесночным соусом, как ты, Людь, единственное, сейчас пойду на первый этаж, попрошу лестницу, видишь, у меня карниз отваливается. Потом мне нужно с соседом на улице, чтобы он все прикрутил. И как только он уходит, я пулей лечу на кухню и делаю твою любимую курочку. Ну, правда, если ты этим займешься, я уже лечу на кухню пулей. Вопрос. Есть ли у мужа выбор? Здравно. Муж добровольно прибил карниз, спустился, тут и кукурочка ждет. Как вы думаете, после этого любви и счастья в доме станет больше? Слов разверно. Удивительно. А где же мы себя перехитрим? Когда у мужа было желание смотреть, и не было никакого желания заниматься карнизом, она его наезжала. На какую энергию муж должен был прибивать карниз? На энергию своего здоровья. Его, конечно же, в школе, в институте этому не учили. Вот селезенкой чувствуют. Как только поставлю лестницу, полкилограмма здоровья практически нет. Поэтому он охотит любой способ, чтобы этого не делать. Типа того, что у меня нет шурупов такого размера, и заканчивая тем, что пошла бы ты. А вот когда у мужа появилось желание поужинать? А у жены появилось желание, чтобы карниз был прикручен правильно. Что произошло? Они на самом деле менялись своими желаниями. Муж на желании съесть курочку полез на лестницу, а жена на желание, чтобы карниз висел, пошла на курс. Никто из них ни капру своей энергии не из расходов. Я, конечно, понимаю, что всяко в жизни бывает. Если подходить вдумчиво к своим домочадцам, можно решать практически все задачи. Вторая типовая ситуация, где мы неправильно обходимся с своей собственной энергии. Ну, классика жабра. Август месяц, воскресенье, семья возвращается с дачи, заносит кабачки помидоры на восьмой этаж. Муж идет смотреть телескор, дети пошли кататься на велосипеде. Жена идет. Откуда вы знаете? Ну, конечно, на курс. Надо все это заворачивать. Через два часа приход мужик. Наши проиграли, давай есть. Раз наши проиграли, надо срочно кормить мужа. Быстро покормили мужа, тут приходит и говорит, мамочка, так хочешь, чтобы покушать? Ну, дети, куда денешься? Покормили детей. Вот-вот уже можно лечь спать. Дети говорят, ты знаешь, мама, у нас там завтра какое-то собрание, нам нужно в белых рубашках выйти. Все мое. Что же вы молчали раньше? Ну, даже если не стирает машинка автомат, все равно просто сушить утюгом, временные силы уходят. И вот она всех накормила, уложила, законсервировала, повесила рубашки досыхать. И замертво падает на кровать, как бы это сказать, векенд закончился. Если это был векенд, почему замертво? Ну, наверное, потому что последние пять часов она работала не на энергии своего желания, а на энергии своего здоровья. Надо консервировать кабачки, надо накормить мужа, надо погладить рубашки, все надо. Замечательно. Рассмотрим такую философскую ситуацию. Вы занесли кабачки на восьмой этаж. Муж пошел смотреть телевизор, дети играли кататься, на себе. И вы только ощущаете, что у вас нет абсолютно никакого желания консервировать. Что делать? Ну, самый смелый, скажите что-нибудь. Правильно. Пойти принять ванну, почистить перышки, делать, подъединить как настоящая женщина. Через два часа мы выходим из ванны. Муж говорит, а когда ужин, милый, я бы с удовольствием, я не могу пробраться на кухню, там столько всего, а милый ему отвечает. Что ж ты сразу не сказал? Я бы все уже законсервировал. Не верите в такое? Зря. Я знаю двух таких на Украине. Больше. И еще мне кажется, что два есть в России. Так что все не так безнадежно. Хотя, конечно, если мы уже замужем и наш не такой, то вероятность, что он вдруг начнет консервировать кабачки невелика. Ну и что делать? Если у меня нет желания, у мужа нет желания, у детей тем более нет желания. Нужно взять кабачки с балкона. Единственный нюанс, когда будете бросать, посмотрите, чтобы людей не было. Ну, как показывает практика, когда прогнозишь кабачки к балкону, вспоминаешь те пять месяцев, кто-то проставил букву «Изю» на огороде, и с болью сердцу все заносишь и консервируешь. А теперь я хочу вам задать контрольный вопрос. Ну, как в спецназе контрольный выстрел. Когда консервируешь кабачки с ненавистью, что потом с ними бывает? Боже мой, и это знаете. Так в чем смысл? Пять месяцев простоять на огороде, потом пять часов все это закрывать, а потом через месяц еще уберить кладовку. Ведь все равно кабачки никому не достались. Так вот, как показывает практика, когда мы делаем то, чем у нас нет желания, любви в этом деле быть не может. Одна моя знакомая говорит, по этой ванной даче копать огород. Ну, скопала почти все в 8 метров 10 квадратных. Ну, я подумала, что соседи скажут? Два дня тут просидела, не докопала огород. И я, сцепив зубы, докопала эти 10 метров. Как мне не тяжело дарить. Практически потом и кровью. Что, говорит, самое обидное. На этих 10 метрах ничего не выросло. Ну, конечно. Только земля, плита любовью и заботой, дает урожай. А то, что мы поливаем потом и кровью, дает что-то другое. Что-то болит в суставах. Итак, философский вопрос. Если у нас с вами нет никакого желания, что нужно делать? Ничего. Когда-то я проходил этот экзамен на собственной шкуре. Могу вам сказать, честное испытание не из легких. Точно там же конец августа, кабачки, помидоры, огурцы. Но у нас же нет никакого желания консервировать. Осознание, оно ведь не спит. Она говорит, вы что, с ума сошли? Родители консервируют, бабушки, дедушки консервируют, соседи консервируют, сослуживцы консервируют, Украина консервирует, СРГ консервируют. Зачем? Вам зачем? Чтобы зимой не подохнуть с голоду. Стало быть, если сейчас не законсервируешь, то зимой подохнешь с голоду. Ну, мы не подались на провокацию и не стали ничего консервировать. Надо я уже берите кладовку. Проходит, что там, сентябрь, октябрь. В ноябре заходим к бабушке, дети говорят, бабушка, а у тебя есть огурчики, помидорчики. Бабушка говорит, боже, какое счастье. Наконец-то мы сидим в консервацию за прошлый год. Так вот, если нам придет никакого желания, что-то нет, может быть, это делать, не нужно. Скорее всего, в жизни каждого из нас была ситуация, когда-то, что вы делали, надо, 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 через себя переступали, а потом на следующий выяснялось, что это никому не нужно. Как одна дама, иду домой, с четкою, надо стирать, надо стирать, ни сил, ни времени нет, надо стирать, начало стирать. Перепады напряжения, машинка сгорела. Тебе же подсказывали, сегодня стирать не надо, тебе природа никакого желания сегодня не давала. Итак, дорогие друзья, нам нужно научиться с энергией своей грамотно обращаться. Иногда бывает такая ситуация, что что-то вроде бы нужно сделать, особого желания нет. Помните, как это? Началась перестройка, вы сказали, граница может приоткрыться, можно будет поехать за границу. И люди сказали, надо учить английский, пошли учить куча, месяц, полтора. Это когда еще эту границу откроют? Почему не доучили? Потому что они пошли учить, но надо. Особого желания-то на самом деле, желания к языку не было. Но в то же время были и другие ситуации, когда к чеку приходят начальники, которые есть возможность платить на стажировку в Англию. Правда, для этого нужно знать английский. В этой бы ситуации мы выучили английский. Элементарно, за два месяца. Почему? У нас слишком большое желание поехать в Англию и вероятность у нас в руках. Так вот, мы просто перебрасывали мостик необходимости. Вот надо учить английский к желанию поехать в Англию, к реальному желанию. Мы с вами этим с вами давно пользуемся. Допустим, на Новый год вы к себе приглашаете значимых для вас людей. Ну, соответственно, двадцать девятого на рынок, тридцатого на рынке круглосуточно, тридцать первого на сноресты двадцать восемь блюд. К нам пришли уважаемые нами люди, провели у нас Новый год, первого числа уехали и карбас бы. А чего бы для себя, любимая, еще двадцать восемь не приготовить? Че, они нормальные? Хоть бы туда есть. Это ведь о том, что желания готовить у меня нет, у меня было желание угодить. Значит, и на этом желании я готовила двадцать восемь блюд. Одна знакомая говорит, другой. Мой уехал в командировку, так я вообще не готовлю. Почему? А некому. Если бы у нее было страсти в приготовлении пуча, она бы готовила постоянно для кого-то, даже для себя. Потому что она получила желание, удовольствие от процесса. А так она готовила для любимого человека, чтобы ему угодить. И когда он уехал, зачем тратить энергию, если это никому не должно. Одна, я бы захожу к своему знакомому и наблюдаю невероятную картину. А мой человек 22 года моет полы, моет окна и даже протирает люстру. Вообще невиданная ситуация. Я говорю, слушай, что случилось? У тебя трагедия? Да нет, говори. Просто завтра ко мне должны прийти родители и невесты. У него было такое желание, им понравится, чтобы помыть полы, окна и люстру протереть, проблемы не составляло. Но судя по всему, там все прошло нормально. Вот сколько лет после этого к нему не заходил, вы знаете, рецидивов не повторялось. не было ни разу столько такого огромного желания, чтобы ради этого мыть полы, протирать окна и люстру. И так желание. Когда у нас маленькие дети учат в первом-втором классе, им как-то эти пятерки или двенадцатки очень нужны. А вот когда дети дорастают до восьмого, до девятого класса, им как-то эти двенадцатки уже... А маме-то двенадцатки в этот раз больше всего и нужны. Потому что ребенок через пару лет закончит школу, если будут хорошие оценки, сможет поступить еще глядишь на бюджет. Мама стоит над душой, давай учи математику, физику. Ребенок, конечно же, учит, пока мама стоит. Как только мама вышла на кухню, ребенок уже на компьютере. Почему он так халантно относится к маминой просьбе? Наверное, потому что нет никакого желания заниматься физикой и математикой. Как же эту задачу можно решить грамм? Да очень просто. Нужно найти его желание. Что ты желаешь? Компьютер, я знаю, роликовые конди, горный велосипед, как это было три года назад, страстью к пацанам. Хочу горный велосипед, замечательно. Вот если ты закончишь на десятке, на двенадцатке, у тебя с папой покупаем горный велосипед. Боже мой, у ребенка вторая любовь к физике и математике. На самом деле, он ее учит на желании иметь велосипед. А мама свое желание, чтобы ребенок учился на десятке, на двенадцатке, расход на то, чтобы на этот велосипед заработать деньги. Обменяйтесь энергией. Правда, иногда мы это делаем не очень корректно. Одна дама говорит. Я хотела своего ребенка приучить к порядку и сказала, если будешь мыть посуду после ужина, мы тебе с папой будем платить пять копеек. Ребенок отказался. Я говорю, скажите, кому легче мыть посуду вам с 30-летним стажем или вашему пятилетнему ребенку? Ну, ей, наверное, легче. А вы бы пошли мыть посуду своей соседке за пять копеек? Нет, конечно. А за 10? А за рубль, за гривну? Тоже не пошла. А за 100 гривен? Ну, так пообещайте 100 гривен своему ребятку. У вас мыть посуду будет круглосуточная. Потому что энергия, как он вкладывает в мыть его посуду, энергия вознаграждения, они очень адекватны. Одна моя знакомая, Лидия Разнопорожья, говорит, у меня тяжелое семейное положение. У меня старшему сыну 13 лет, а младшему близнецам 8. Так как я занимаюсь маркетингом, то дома меня нет. Точнее, если утром я дома навожу порядок, в этот момент в школе, то когда я прихожу там вечером после презентации, после школы, то следов от утреннего порядка найти невозможно. Я говорю старшему, если можешь сидеть за малышами и убирать в доме, я буду тебе платить 150 гривен в месяц. Ну, так было 3-4 года назад, ну, тогда для ребенка 150 гривен карманных денег это было вполне прилично. Он начал убирать, первое время все шло нормально, а потом смотрю, он начал халатно относиться. То есть, дорогу пролетет, а весь мусор туда за шкафы, за диван, не видно же. Я ему говорю, скажи, пожалуйста, сколько из наших соседов согласятся у нас убирать за эти деньги? Он говорит, все. Так вот, если я еще раз увижу халатное отношение к уборке, убирать у нас здесь будет баба Маша, которая за 150 гривен мне еще и окна побоет. С тех пор воздумит идеальный порядок. Потому что те деньги, которые мы плачем за эту работу, они соответствуют его усилиям. И что самое интересное, он через три месяца понял, что убирать это вчерашний день. Профилактика. Это лучшее средство борьбы за чистоту. Поэтому он так строит малышей, что я вообще не советую. Итак, энергия. Один из энергетических законов, которые проявляются в нашей жизни достаточно часто, звучит так. Тебе надо, ты и делай. Совершенно верно. В чем суть закона? Если у меня есть желание что-то сделать, значит, это мне нужно. Как только я начинаю свое желание перепоручать или переправляю другим людям, они, скорее всего, это желание осуществляют наихудшим образом. Вы помните, мы с вами говорили? Тот, кто желает, ищет способ, тот, кто не желает, ищет причину. Почему он ищет причину? Потому что он старается сохранить свою энергию. Ведь то, что надо, это не энергия желания, это энергия здоровья. Один из знакомых лидера говорит, прихожу после презентации домой, я здесь смотрю, сын поужинал, а там ложки, тарелки, чашки, хлеб, масло, и все. Миша, помой, пожалуйста, тарелку. Миша говорит, хорошо, мамочка. Я пошла звонить по телефону. Через два часа прихожу на кухню. Миша тарелку помыл. А вилки, ложки, сахар, хлеб, масло, все так и стоит. Миша, почему же ты не убрал? Ну ты же просил пакет. Начальнику нечего, еле, он берет такси, едет на вокзал, поезд уже отогнали в отстойник, он едет в отстойник, полбригады уже разошлось, он еле-еле находит бригадиров, проходит по всем вагонам, находит свой пакет в пятнадцатом вагоне. Он потерял кучу времени и денег. Почему молодой специалист не прошелся по всем вагонам? Оно ему надо. Он и так провел вверх сообразительства, сказал, заведу еще в четвертый и еще в шестой. Для чего? Для отмазки. Не для того, чтобы найти пакет, так чтобы к нему не было претензий. Так вот, когда мы хотим человеку что-то поручить, мы должны найти его желание или предложить ему адекватную компенсацию. Собственно, когда люди ходят на работу за зарплату, что ему говорили? Можешь делать это, можешь получать столько-то. Почти делать не потому, что у него желание, потому что он получает деньги, энергетический возврат за свои усилия. Итак, следующий момент, который касается энергии. Знаете, чем отличается оптимист от пессимиста? Ничего не отличается. Оптимист выглядывает в окно, дождик пошел, наверное, грибочки пойдут. Пессимист выглядывает в окно, о, дождь пошел, опять назван, но как обычно. Проходит пару дней. Наш оптимист не имел возможности поехать в лес за грибами. Ну, ну, это вот, с завозь, я же говорил, грибочки пойдут. Так и есть. Пессимист не промочил ноги, не попал под дождь, просто переел сладкого на ночь, утром ему заложил нос, он просыпается, о, я же говорил, как дождь, так на спать, одно и то же. Что они делают? Они делают одно и то же. Они складывают энергию в свое будущее, и такое же будущее получают. Но один складывает энергию со снагом плюс, оптимист, он видит, в окружающем мире позитивно, и каждый день находят этому подтверждение. И его переубить в том, что мир прекрасен, невозможно, потому что он каждый день получает подтверждение того, что мир прекрасен. Пессимист каждый день вкладывает энергию со знаком минус, каждый день находит подтверждение этого, и его переубить в том, что мир прекрасен, или что переубить его невозможно, потому что они каждый день получают подтверждение. На самом деле они выполняют один и тот же закон. Как ты думаешь о мире? В таком мире ты и живешь. Папа с ребенком поехали в зоопарк, вечером возвращаются, мама спрашивает, ну как зоопарк? И говорит, мама, слоненок родился. Муж говорит, там такая жара. Они что, были в разных зоопарках? Похоже. Как говорят великие, рай, рай и ад существуют на земле. Все зависит от того, что мы выбираем в этой жизни. Если мы каждый день вкладываем энергию в негатив, то мы этот негатив каждый день находим и убеждаемся в том, что жить невозможно в этой мере. Если мы каждый день в окружающий наш мир вкладываем позитив и акцентируемся на нем, наш мир становится совершенно иным. Собственно, одна из важных задач, которую делает сетевой маркетинг. Он делает позитивными своих кистребьютеров. Еще один момент, который касается энергии. Мы с вами знаем, что мысль материальна. Так ведь? Как иногда говорят, подходишь к телефону, переживаешь, ой, Маша, я только что о тебе подумал. Не нужно никого обманывать. Не вы о Маше подумали. А Маша о вас подумала, как набирала номер вашего телефона. Так ведь? Просто мысль ее к вам пришла раньше, чем телефонный звонок. И на кого-то пишешь список знакомых, да? Вот был Петр Михайлович, хороший человек, уехал неизвестно куда, ни телефона, ни адреса. И вдруг мы его на следующий день встречаем в трамвае. Почему я вчера вложил энергию в то, чтобы сегодня эта встреча состоялась? Мысль материальна. Но если эта мысль позитивна, она не наш мир, нашу жизнь делает позитивной. Что самое интересное, наши знания, независимо от того, позитивные или негативные, влияют на наши действия. Как-то провели такой эксперимент. Взяли группу, людей, которые имели привычку по вечерам пить кофе. Ну а кофе, кофе возбуждать, потом всю ночь плохо спали. Взяли эту группу, разделили поровну. А тут половине, как обычно, дали кофе. А второй половине, как необычно, дали молоко. Естественно, что та группа, которая выпила молоко, всю ночь спала спокойно. Чего, собственно, беспокоиться? Молокожный кофе. Ну а та группа, которая выпила кофе, всю ночь беспокойно ворочилась. Ну как обычно, выпьешь кофе, сна не будет. А утром говорят, дорогие друзья, мы забыли вам вчера сказать, что у нас было специальное молоко с кофеином и специальное кофе без кофеина. Но они же не знали, что кофе без кофеина, поэтому спали, как обычно, плохо. А эти не знали, что молоко с кофеином, как обычно или как необычно, спали спокойно. Наше подсознание и наша информация влияет на наши действия. Одной из компаний подписался чек в сентябре. В октябре вышел уровень директора. Ему все говорят, слушай, как ты мог за сентябрь-октябрь выйти на уровень директора? У нас с первого сентября было подорожание продукции на 40%. Он говорит, я подписал контракт только 5-го числа, я не знал, что раньше была продукция дешевле. А если бы он знал, что раньше продукция была на 40% дешевле, он бы стал директором за 2 месяца? Нет, конечно, он нормальный чек. Он понимает, раз продукция выросла, но я теперь купил. Но он был такой глупый, что даже не знал, что раньше продукция была дешевле. И вышел на уровень директора. По другому этапу спрашивают, как тебе удалось закрыть квалификацию золотого директора в январе? У нас в январе спад в продажах. Он говорит, но я работаю первый год. Я не знала, что в январе должен быть спад в продажах. Ничего, на следующий год она уже это будет знать. И спад у нее обеспечен. В одной структуре начали проводить эксперимент. Все люди, которые приходили весной. Марта, греба, и каждый день говорили. Боже, как удачно вы пришли. Лето – самое лучшее время для роста продаж. Лето – самое лучшее время для роста продаж. Лето – самое лучшее время для роста продаж. Как вы думаете, в этих денег были обороты летом? Огромные. Огромные. Все, кто знали, что летом спад в продажах, они работали так. Они так и думали, имели такой результат. А эти знали другое. Что летом продажи растут. Если ты знаешь, что продажи растут, они у тебя будут расти. Итак, позитивное мышление. Позитивное мышление – это один из эффективных способов достижения успеха. На самом деле, мы работаем со своей энергией. Но при помощи своего сознания. Недавно мне рассказали такую потрясающую историю. Женщина говорит, что кушерка и работа. У нас как-то было, что в этот день у нас никого не выписывали. А так хотелось тортика. Мы взяли нашу молоденькую санитарку. Говорит, слушай, смотайся за тортом. Только смотри, чтобы тебя главврач не заметил. Смотри, торт по дороге не берет ни коленки, ни змей. Дали ей деньги, а она побежала. Через 20 минут возвращается. Со сбитыми коленками. Главврач меня увидел. Но торт вот он. И с этими словами торт падает на пол. Все, чего они боялись, все произошло. К счастью, бывают другие примеры. Помните, в пересрочные времена товары приносили на фирму и по отделам распределяли. И вот в одном отделе работала женщина, которой часто удавалось вытягивать жереби. И вот мне подходят, подумают, слушай, если тебе эти собаки не нужны, ты не их родашня. Какие проблемы? Конечно, ведь они мне не нужны. В этот раз она, как обычно, вытащила собаки, ну, жереби. Вопрос. Почему она его вытащила? Ведь ей же собаки были не нужны. Но если остальные 30 человек знают в этом отделе, что она все равно вытащит собаки, раз у нее был другой шанс. Помните фразу? Первую половину жизни мы работаем на свой авторитет, вторую половину жизни наш авторитет работает за нас. Вот она создала имидж удачливого человека. И даже если не нужно было вытаскивать вещь, она все равно вытащит, потому что остальные 30 человек точно знали, все равно вытащит Наташа. И Наташа вытаскивала собаки. Позитивное мышление. Как только мы начинаем в чем-то сомневаться, эти сомнения передаются, или, точнее, они написаны на нашей армии. Когда человек с нами начинает контактировать, он это чувствует. Ну, как иногда бывает. Новичок подписал контракт. Он говорит, так, надо заняться продажами. Но я-то, собственно, ночного крема от скраба еще отличить не могу. Как я буду продавать? Приходит к первому клиенту. Интересно, что у меня спросят первый клиент? А чем отличается скраб от ночного крема? Знаете, я тут вообще работаю 6 часов. Сейчас сам не понимаю. Но когда поймешь, тогда и приходи. Другой подписал контракт, пьет к своему первому клиенту с мыслью. Я консультант номер один. Хотя сам еще скраба от ночного крема отличить не может. Приходит к клиенту, клиент говорит, вы знаете, очень еще интересно. Никак не пойму, чем скраб от ночного крема отличается. Вы знаете, он говорит, вы знаете, специально для вас. Сейчас же звоню в компанию, узнаю. Звоните, кто же слушает спонсор. Чем скраб от ночного крема отличается? Спонсор говорит, у тебя госу по продукции с собой, да? На 17-й странице. Он говорит, я только, вы знаете, чтобы не быть голослованным, вот возьмите, вот здесь на 17-й странице все написано. Клиент все прощает, да. Беру это, это, это. И скраб с ночным кремом. Почему ему повезло? Потому что он знал, что он номер один. А тот, который ходил перед ним, знал, что у него никто не купит. И иногда бывает так, человек выходит на презентацию, он стоит за кулисами, дрожит, естественно, как осина вылезет. Здесь это первая презентация. И думает. Хоть бы не забыть текст, хоть бы коленки не дрожали. Начинает рассказывать презентацию, через 5 минут забывает остальной текст. Коленки дрожат, все на него смотрят, к сожалению. Выходит другой, обожает за него. Неудача. Второй стоит за кулисами и твердеет. У меня сегодня будет потрясающая презентация. У меня сегодня будет потрясающая презентация. Он входит на сцену, на 10-й будет забывать вторую половину. И уходит под бурные аплодисменты. Почему? А никто же не знал, что должна быть вторая половина. А первая всем понравилась. Позитивное мышление. Оно нам позволяет открывать такие двери, о которых мы и не мечтали. Ну, когда читаешь о позитивном мышлении, это как бы теория. Когда в собственной жизни с этим сталкиваешься, понимаешь, что лучшей практики, чем позитивное мышление, придумать невозможно. Когда мы с Варьковой открыли современный супермаркет, перед Новым годом идем живым, слушай, давай зайдем. Чего-то по рынку ходить, собирать там подарки, продукты на Новый год. Давай, там в тепле, тележки, красиво, хорошо. Давай. Есть одна проблема. Перед входом в супермаркет очередь стоит на улице. Ну, не потому, что продуктов нет. Тележек нет. Чтоб там народ не толпился, вот когда там освободятся 10 тележек, 10-чих запустят. Так, мы стоим в этой очереди и думаем. А вновь мы не попадем в этот заход. Треться еще полчаса остановить на улице. Хотелось бы в этот. Сам себе думай, ну ты же читал про позитивное мышление. Придумай хоть что-нибудь. Говорю же не так, Света. Идем в двери, мысленно повторяем. Мы успеваем в этот заход. Попасть в магазин. Мы успеваем в этот заход. Мы успеваем в этот заход. Мы успеваем в этот заход. Подходим к двери. Охранник берется за дверь. Пропускает нас. И сразу за нами закрывает дверь. Боже мой, как нам повезло. Но нам повезло не в том, что были тележки. Тележек не было. Мы зашли еще там минут 10, стояли, ждали, когда тележки освободятся. Нам повезло в том, что охранник был чувствительная натура. Он чувствовал, что вот эти двое еще успевают в этот заход. А вот эти 25 уже не успевают. Интересно, о чем думали оставшиеся 25? Наверное, не успеют. Не успели. Проводим мы как-то школу на Урале. И приехал дистрибьютор с другого города. И после школы нужно было еще где-то поселиться. На следующий день было продолжение. Первый день было как раз позитивное мышление. Он тут же себе поставил цель найти гостиницу, поселиться за 50 рублей. Ну, он еще не лидер большой структуры. На следующий день приходится вот такими глазами. Вы знаете, оно работает. Ну что? Ну, позитивное мышление. Как же это может работать? Я как прихожу в гостиницу, девушка, мне нужна койка за 50 рублей. Девушка все перелистает. Вы знаете, у нас все занято. Он говорит, девушка, я точно знаю, что я вас поселюсь за 50 рублей. Девушка говорит, я уже все просмотрела, у нас все занято. Девушка, ну я точно знаю, что я у вас поселюсь за 50 рублей. Тут у меня проходит мужчина в спортивном гостюме, говорит, девушка, у нас сегодня утром приятель уехал, у нас в номере одноколько свободно. Наш дистрибьютор поселился за 50 рублей. Хотя, девушка, которая работала в гостинстве, в этом, он был уверен, что это возможно. Американцы провели такой эксперимент. Директор школы приглашает к себе двух учителей, говорит, ребята, мы провели тайное тестирование, вы у нас самый талантливый, самый энергичный, самый умный. Кроме того, мы провели тайное тестирование учеников и в ваши два класса пригласили самых талантливых, самых одаренных. Не обращайте внимание, что они выглядят, как шалопаи. Они просто не знают себе цены. Так вот, мы надеемся, что ваши два класса повысит успеваемость на 30 процентов и через полгода будут лучшими в нашей школе. Но, естественно, окрыленные преподаватели приходят в класс, боже, вы такие классные, ученики у нас классные, надо же это доказать. Через полгода они стоят за двумя лучшими классами и выручают награды. Потом их директор приглашает к себе в комитет, говорит, вы знаете, то, что я вам сказала, что было тайное тестирование, это мягко выражается при увеличении. У вас в классах самые обыкновенные ученики. Собственно, это сделано, если учителей мы тоже не делали. Вопрос. Почему они так повысили успеваемость свою, эти классы, и преподаватели возглавили этот процесс? Они были уверены, что они достойны самого лучшего. Так вот, вера в успех. Знаете, есть такая ситуация, стандартная, человек стоит на остановке, ждет трамвай. 5 минут нет трамвая, 10 минут нет трамвая, 15 минут нет трамвая, ты уже устал. Чего ты устал? Ты никуда не хируешь, штуку на себе идешь. Почему ты устал? Оказывается, вы хотите с ожиданием отправляем свою энергию. Единственный вопрос. Мы можем эту энергию направлять со знаком плюс, можем отправлять со знаком минус свое будущее. Тогда к нам придет будущее либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Есть такая волшебная формула. Завтра со мной произойдет что-то замечательное. Завтра со мной произойдет что-то замечательное. Завтра со мной произойдет что-то замечательное. Что я делаю? Я все события завтрашнего дня наполняю позитивной энергией. Вопрос. какое завтра будущее все что будет максимально позитивно сегодня домашнее задание пусть на весь вечер повторять чтобы это будущее прекрасно пришло отлично приходит женщина все же как вы учили завтра на самом деле сегодня произошло замечательно зачем на завтра откладывать самого лучшего этой жизни я выхожу из электрички выбегает кассиры сказок иди сюда я твой билет уже продала я вспоминаю утром я стою в кассе покупали подход электричка чтобы успеть занять место я поле и бегу в электричку забываю билет в кассе так вот кассир продала этот билет и мне дали деньги это было чудо но я думала что это максимум на что я способна оказывается все гораздо круче я подхожу краю платформы иди домой это иномарка моего соседа он же в соседнем доме мы рядом с ним уже лет 15 он меня ни разу в жизни еще не подвозил и тут же сервис уж маш ты домой да давай подвезу 2 0 на коры стекле я называется как только мы начинаем позитивно мыслить наше будущее становится максимально позитивным еще один пример из позитивное мышление если я хорошая знакома лидер запорожье я в восьмидесятые годы училась университете и мы жили в общежитии четыре девочки в комнате по нынешним временам на конкурс красоты ну а там вот такая маленькая толстушка в общем ни то ни сё так вот такая маленькая толстушка каждое утро перед тем как идти в институт подходила к зеркалу и говорила как я хорошо выгляжу я совершенство когда за ней закрывалась дверь мы убирали с острыху вот это совершенство но через два месяца мы заметили что все парни на нашем курсе бегают за этим совершенством мы ничего не могли понять куда смотрят наши парни 90-60-90 а тут это совершенство куда парни смотрят ну куда смотрят парни неизвестно известно что они чувствуют вот это красавица 90-60-90 подходит к тому же зеркало и говорит боже ноги растут от ушей улыбка потрясающая волосы секутся вторая подходит ноги хорошие ногти потрясающие глаза губки маленькие и вот подходит парень 90-60-90 и чувствует вроде ничего ну явно второй сорт а вот совершенство вопрос разве у меня есть выбор уважаемые дамы в преддверии 8 марта хочу рассказать страшную тайну все мужчины одинаковые каждый из них мечтает чтобы у него дома жарила котлеты совершенства причем рост и вес никакого значения не имеют вопрос что вам поможет что вам поможет стать совершенством только те мысли с которой вы подходите к зеркалу и все как только ты подходишь к зеркалу чтобы найти свои недостатки не переживай как бы ты их не пудрила их кто-нибудь найдет если подходишь к зеркалу чтобы вы какая-то потрясающе гармоничная совершенно даже если у вас веснушки на носу все будут смотреть на веснушки наше будущее становится позитивно позитивно о себе позитивно нас там ничего другая в bé OM Он начинает проявлять чудеса, и у него происходит то, чего раньше не происходило. Итак, научитесь грамотно мысли, то есть позитивно. Помните, как сказал классик? Если человеку в 99 раз сказать, что он свинья, на сотый раз, то он зафлюхает то же самое. Кстати, насчет критики. Для чего в нашей стране, наверное, и только в нашей, в СНГ критикуют других? Ну и себя, собственно. Ну, для того, чтобы человек изменился к лучшему. И вот такая стандартная ситуация. Вы предложили своему новичку поступить на презентацию и говорите, так как ты в бизнесе всего неделю, я сам проведу всю презентацию. Ты только расскажи, как компания называется, когда была основана и где центральный офис в Киеве. Наш новичок выходит на сцену и от страха забывает, как компания называется, где находится центральный офис, когда была открыта. Ну, чтобы не стоять молча, начинает рассказывать свою историю. Через 10 минут вы понимаете, что к названию компании он уже не придет. Мы тихонечко его со сцены выталкиваете сами, выходите сами развивать. И как компания называется, когда была открыта, где центральный офис, продукция, лакири, ну, все как положено. Все, кто были на презентации, счастливы и ушли. То есть они получили весь объем информации. А вот после презентации у нас с вами разбор полета. И мы ему говорим, слушай, я же тебя просил, как человек, как компания называется, где центральный офис, когда была открыта, куда тебя понесло в 26-й раз рассказывать свою историю. Если мы пригожим помочь нам на следующей неделе провести презентацию, что он нам ответит? Нет, ты знаешь, ты в бизнесе 9 лет. Я тут всего 3 недели. А если вы после этой неудачной презентации вы сказали, слушай, я тобой восхищен. Ты, оказывается, рожден для сцены. Кто тебе научил этому жесту? Не знаю, само получилось. Вообще, ты так продикновенно рассказал свою историю. Я ее уже слушал 25 раз. Бои богу, сегодня чуть не распакался. Ты рожден для сцены. Кстати, на следующей неделе у нас будет презентация. Ты мне поможешь? Что он нам ответит? Ты европейского спонсора? А сам подумает. А если еще компанию назову? Что изменилось в этих двух ситуациях? В первой ситуации мы человека критиковали якобы для того, чтобы он стал лучше. Стал ли он этого лучше? Нет. Во второй ситуации мы нашли в нем что-то позитивное, это похвалили. Стал от этого лучше? Стал. И согласился учиться дальше. Так вот, сама критика точно так же подобна для нас, как и критика для людей, подобна для нашего окружения. Если же нам мужу каждый день говорит, скотина, когда ты станешь человеком? Когда он может быть человеком? Возможно, что никогда. Ну а мужу, мы можем тоже человеческие слова подбирать. Если ребенок, говорит, умница, море, то он неизбежно выучит таблицу умножения. Если он, говорит, тупица, то он таблицу умножения не выучит никогда. Это энергия, которую мы с вами можем либо рационально использовать для достижения своих целей, либо нерационально использовать и ухудшать собственную жизнь. Следующий момент, который касается энергии. Мы с вами говорим, что там самый тонкий вид материи – это дух, а чуть плотнее энергия души. Действительно, в нашей душе записывается весь наш жизненный опыт. И что самое приятное, другие люди это чувствуют. Как это работает в нашей жизни? Помните фразу? Нет пророков в своем отечестве. Почему нет пророков в своем отечестве? Женщина пришла на презентацию, послушала. Классный бизнес, превосходная продукция, замечательный маркетинг план, прекрасные люди, ей все нравится. Она приходит домой, говорит, что муж и «Слушай, есть классный бизнес, превосходный маркетинг план, прекрасные люди, замечательная продукция». А муж говорит, тебе что, лапши навешают? Как он может? он же чувствует что ты продукцию еще не пробовала в душе воли с лидерами еще не работала только на презентации было в душе воли еще не заработал потому что маркетинг хороший невозможно и он нас не слышит потому что у нас нет в нашей душе опыта а когда мужу человека уже успел и продукция ему помогла и деньги он зарабатывает и в отношениях знает типа наслышки это у человека муж почему-то слушать почему он чувствует что все что говорит этот человек у него есть в его опыте поэтому есть такое правило в стилом аркетинге которое вы прекрасно знаете что со своим самым близким окружением нужно работать со спонсором потому что спонсор это тот из другого антического у которого уже есть опыт от этой продукции от этого бизнеса вот этих отношений еще один важный момент который касается энергию встречать людей у которых все стены дома увешаны фотографии фотографии смотрю так устало чувство не дрова рубила не воду носил ходила смотрю фотографии с эмоциями что он делал он отдает свою энергию фотографии 73 года ушла сегодняшняя энергия нечем сегодняшнюю энергию разбазарили в прошлое есть люди которые в будущем если закрыть два цикла то можно об этом с компанией в париж как хорошо в париже там такие парижанки там эйфелево башня набережная сена забор как хочется в париж работать надо что-то настроение завтра завтра поработать почему он сегодня не идет работы уже в париж мудрецы говорят научитесь жить настоящее сегодняшние дела париж наша цель она у нас написана она у нас висит на стене мы знаем ради чего мы работаем но если вы вздыхаешь об этой цели то энергия наша уходит не на дела она просто на мечты наша задача поставить цель а потом действовать каждый день собственно как поступают в православном монастыре или в индийском ашрабе пришел человек монаха у него забирают имя у него дают другое имя его стрибут у него забирают все вещи из прошлой жизни дают новую одежду у него забирают все фотографии почему его лишают прошлого добровольно чтобы та энергия которая сегодня была чем ты пришел служить Богу будь доброй ту энергию дай Богу не нужно доставать старые фотографии и отправлять энергию в прошлое монахи всю свою энергию отдают Всевышнему наша задача всю свою энергию тратить на свой бизнес потому что мы выбрали себе другой путь развития не через каждодневную молитву мы выбрали продвижение через социальное развитие через успех это тоже развитие это другой путь все пути на самом деле ведут к одной и той же цели итак энергию можем отправить в прошлое энергию можем отправить в будущее наша задача реализовать сегодня еще один момент который касается энергию мы с вами говорили что в нашей душе зависит весь наш прожитый опыт вот это правило работает еще в двух ситуациях когда мы продаем продукцию если мы продаем продукцию которую не пользуемся человек это чувствует чувствует и скорее всего он у нас не покупает он чувствует что ты продаешь эту продукцию чтобы заработать денег а пользу чем-то другим наверное это что-то другое ничем не хуже к тому же дешевле когда же мы продаем то чем пользуемся вы работаете с тематикой прекрасно понимаете наш любимый продукт это тот который нам принес максимальный результат и он у нас почему-то продается потрясающе почему потому что у нас в душе вот такой опыт записан по этому поводу вторая ситуация где у нас работают это же правило это обучение если мы учим своих людей чему-то чему-то чего сами не делаем они это чувствуют когда захожу в один из офисов я вот бизнес тренер мы проводим школы по целям по продажам альбом мечты ну а цели альбом мечты это у нас уже все было у нас это не работает как могут цели не работать как может альбом мечты не работает на всякий случай спрашивают скажите пожалуйста а у вас вы цели прописываете там каждый год или каждый месяц ах все руки не доходят я говорю а у вас альбом мечты вот на альбомных страничках или вот на ватманском месте да все некогда ну тогда понятно почему у них это не работает выходит спортер ребята нужно ставить цели нужно клеить альбом мечты дистрибутеры смотрят на спортер ну ты же стал директором без всяких целей без всякого альбом мечты а нам зачем и мы хотим стать директором без этой головной боли так вот когда мы делаем то расскажем о том что мы делаем люди это чувствуют а дети начинают повторять помните замечательную фразу наши дистрибьюторы точно так же как и наши дети делают не то что мы говорим а то что мы делаем это как раз это правило что в нашей душе на энергетическом уровне записывается весь наш прожитый опыт и другие люди это чувствуют простой пример ванночек пришел на курсы массажистов спрашивает а вы мне бумагу дадите с чем тебе бумага мы тебе научим массаж ну а когда первым клиентом спрашивают ты кто я массажист вот и бумажку с печатью дадим мы тебе бумагу он прошел обучение получил бумагу приходит к самому первому клиенту я вот массажисту бумажку печать ну ладно давай прошло три года за эти три года наш герой сделал тысячу массажей люди получили хорошие результаты когда он приходит тысячи первому клиенту интересно тысячи первых клиентов у него бумажку требуют почему потому что у него в душе такой помощи клиента что никакая бумажка уже не нужна одна моя знакомая говорит одно время была без работы и думаю ну совершенно пизделы съедить нельзя почитаю в газете в газете написано компания традиционного бизнеса линейного кем будет за менеджер по продажам любой сетевик это ас по продажам не то что менеджер ну правда там написано с высшего образования до 30 лет я прихожу к ним рассказываю как из себя представляют продажи чем я занимаюсь они говорят мы вас берем я им говорю а у меня нет высшего образования мы вас берем а мне 35 мы вас берем почему они ее берут потому что у меня в душе такой опыт продаж что они об этом могут только мечтать итак дорогие друзья мы с вами сегодня поговорили о том как мы можем с вами рационально использовать энергию нашего организма энергии наших мыслей энергии наших слов чтобы наша жизнь была гораздо более успешной целенаправленной и удачной энергичная информация вам поможет спасибо за внимание по профессору вы